В стране о спорте. Лайф. Да, безусловно. И сегодня ждет продолжение нас. Но я напомню, что вчера произошло. Вчера взорвалась информационная бомба. Виктора Ана, шестикратного олимпийского чемпиона, натурализованного корейца и трехкратного чемпиона Сочи, то есть уже под российским флагом, не допускают до игр 2018 года на его исторической родине в Южной Корее. Это, конечно, не только бомба, но и, скажем так, большой удар по России в свете всего того, что происходило в отношении нашей страны в последнее время. Мне кажется, не только по России, но и сами корейцы. Они, может быть, хотели посмотреть, как он выступит. То есть для них это же тоже важно, его достижение. Ну, вы знаете, я-то думаю, что Южные Кореицы, наоборот, потирают руки, поскольку для них возможный выигрыш соотечественника, который приезжает и выступает не за их страну, наоборот, некий такой удар, укол. Да, они-то, я думаю, довольны. А вот мы можем, ну, только рвать волосы, что называется, на голове, потому что по отношению именно Кану никакие обвинения в применении допинга или в каких-то махинациях вообще в принципе невозможны, на мой взгляд. И все это попахивает бредом и временами 70-х, я не побоюсь этого слова. Вот натуральная холодная война, только на уровне спорта. Вячеслав, ну это было все ближе к вечеру вчера, да? Мы, как честно говоря, пропустили. А обоснования какие вообще? Чем мотивировано такое решение? Фамилия Ана, насколько мы понимаем, фигурирует в том самом пресловутом докладе Макларена о применении допинга, о нарушении допинговых правил России и так далее. Вот с этим это связано. Слушайте, а если там в этом докладе будет сказано, что розовые пони скачут с единорогами, это тоже будет признано как абсолютная правда? Ведь нужны какие-то доказательства в любом случае. Ну, вы знаете, вот как я вижу эту ситуацию, да, вот ни одного какого-то четкого доказательства, на мой взгляд, вот даже не как сотрудника там спортивного издания, а как гражданина, пока не последовало. Я не понимаю очень многих вещей, которые происходят вокруг этой темы, да, и мне очень обидно, что мою страну вот так прижимают к ногтю, не предъявляя каких-то вот реальных доказательств. Нам тоже очень обидно, друзья. Но это самые странные истории, да, когда говорят, будет вот так, но без... Да, говорили. Я хотела просто сказать, что если у слушателей и зрителей будут какие-то вопросы, они могут их задать 8 909 928 1 89 и 9, это WhatsApp, Viber, SMS, сообщение. Сегодня мы говорим о спорте, об общей ситуации, ну, а также о футболе в частности. Ольга, поговорим. Да, Вячеслав Короткин у нас в гостях. Скоро к вам вернемся, друзья. Будьте здесь. Доброе утро. Мы заместитель шефа отдела футбола из Дальского дома «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин у нас в гостях. И страна о спорте продолжается. Мы вот закончили на скандале вчерашнем, да, с Анном. С ним произошло, ну, с одной стороны понятно, что, с другой стороны не совсем понятно, что, потому что мы в очередной раз не понимаем, почему это происходит опять. Нет, просто вы сказали так, что все, что нам остается, это рвать волосы на себе. А есть какой-то другой ответ? Можем ли мы им как-то ответить, что-то противопоставить? Или мы сейчас в такой ситуации, когда все, у нас все руки связаны? Ну, вы понимаете, что с чисто юридической точки зрения, это, говоря так немножко сленгово, кранты. Объясню почему. Как звучит-то не радостно. Не воздушевляйся, да. Ну да, но это так и есть. И вот почему. Потому что, в принципе, можно апеллировать. И подобного рода апелляции рассматривает арбитражный суд спортивный в Лозанне, да. Но там люди очень небыстрые. Там практика такая, что вот ты подал жалобу, да, ее рассматривают месяцами. А до Олимпиады что тут остается-то, да? То есть можно подать жалобу, да? Можно надеяться на какой-то положительный исход, но до Олимпиады все равно не успеть. А никак им нельзя сказать, ребята, там вот месяц уже меньше осталось до начала Олимпиады. Нет, нет, нет. Дело в том, что там, во-первых, ну, поток дел, которые выстраиваются друг за другом, это первое. А второе, ну, там действительно никто никогда не торопится. Швейцарцы, они очень такие спокойные. Ну, собственно, что им торопиться? Ну, вот мы сейчас назвали одну фамилию, да? Спешить некуда. А получается так, что из 500 заявленных 111 спортсменов были, так сказать, отшиты. А остальных-то тоже на основании вот этого доклада Макларена? Ну, вы знаете, это комплекс, комплекс всего. Доклад Макларена, прочие все вещи. А называя вещи своими именами, да, опять же, как это вижу я, да, это просто массированная атака на Россию. Ну, не настолько мы виноваты, насколько нас сейчас пытаются прижать вот международные, скажем так, инстанции. Вот я в этом просто не сомневаюсь. Вячеслав, ну, отсюда вытекает тогда логичный вопрос. Можно ли считать, ну, допустим, вот эту историю с Аном вчерашнюю, да, концом этой нехорошей истории? Или, в принципе, поскольку еще до Олимпиады есть там, да, ну, около месяца, мы можем ожидать, что из тех оставшихся спортсменов еще кого-то возьмут и подрежут на ровном месте практически? Вы знаете, я опасаюсь, что это далеко никакой не конец, а лишь продолжение такое мощное, за которым может последовать еще что-то, да. Вот, например, сегодня мы ожидаем еще каких-то, может быть, решений, да, и оглашения каких-то имен, может быть, даже громких, из числа атлетов наших, которые выступали в Сочи. И не исключено, что там тоже будут такие вот сенсации со знаком минус. Ну, кстати, мы можем сказать, да, сейчас, что буквально через, там, 15 минут, да, скопи, в 10.30 должно быть какое-то заявление ОКР, да? Возможно, последует заявление ОКР, да, и мы узнаем что-то новое, возможно, да. Ну, будем надеяться на лучшее, худшее, как говорится, придется. Ну, да, пусть это новое будет чем-то приличным, таким для нас полезным. Ну, хотелось бы, но уже, вы знаете, что-то как-то слабо верится вот после всего этого. Ну, совершенно ведь несправедливо все это происходит. Так помимо того, что мы вот обидимся, расстроимся, и, как вы правильно выразились, кранты в юридическом плане, ничего не можем сделать? Боюсь, что да, боюсь, что да. Нет, ну, я думаю, что мы должны сделать, просто обязаны, да, но это уже зависит от тренеров и спортсменов. Хотите намекнуть на бойкот? Нет, нет, ни в коем случае. Наоборот, ехать и побеждать вопреки всему. Но это, понимаете, это уже никакими не политическими и иными какими-то инструментами не решишь. Это тренеры и спортсмены, которые сейчас готовятся к играм, должны осознавать, извините за пафос, всю меру ответственности и выложиться не на 100, а на 200%, и доказать всем, что спорт в России жив, что спорт в России чистый, поскольку они там будут под микроскопом рассматриваться, да, все. Вот. И что мы можем побеждать, и мы будем побеждать. И что у спортивной России есть будущее. Опять же, громкие, может быть, слова, но вот мне видится ответ именно таким. Слушайте, а я вот крамольную мысль немножко выскажу. А вот получается, что сейчас непредсказуемо. Они 111 человек отбросили, сейчас может быть еще... А может быть больше, да. Да, может быть больше. А не лучше ли было изначально их просто вот бойкотировать и уже прям вот обидеться и не ехать? Вот если сейчас, оглядываясь назад, вот это решение, оно было бы лучше? Ну, вы знаете, задним умом всегда сильны люди, да, но учитывая, как все развивается, ну, может быть, это и не самый плохой вариант бы был, но давайте с другой стороны поставим себя на место спортсмена. Человек проливает пот, кровь на тренировках. Для очень многих людей Олимпиады – это как бы высшая точка карьеры. И, опять же, для многих она может быть единственной. И люди, которые столько лет готовились к этому старту, вдруг их лишать, ну, тоже вроде бы как не очень, да, понимаете? То есть ситуация-то двоякая. С точки зрения вот спортивной политики, может быть, и плюнуть надо было, да? А вот с точки зрения конкретных спортсменов, ну, это трагедия. Не, а потом, мне кажется, такая же ситуация, когда она, здесь очень большая доля непредсказуемости, правда же? Мы не знаем, что будет через неделю, какое заявление и кого опять там у нас... Мы не знаем, что будет через 7 минут, мы же ждем все этого заявления сегодня. Кстати, оно есть ли будет, действительно. Ну что, мы продолжим наш разговор, поговорим, наверное, о футболе чуть-чуть. Там у нас про Дзюбу интересная история еще есть, о которой вы обещали рассказать. Ну, собственно... Давайте прервьем сейчас, мы ненадолго. Давайте. Друзья, напомню, что у нас в гостях заместитель шефа отдела футбола издательского дома «Спортэкспресс», поэтому о футболе, конечно, мы будем говорить сегодня тоже. Вячеслав Короткин, сейчас у нас небольшой перерывчик, буквально на 2-3 минутки, и мы вернемся к вам и продолжим наш разговор. Мы обещали поговорить о футболе в этом выходе. Давайте, что там за ситуация тоже интересная складывается с Дзюбой? Ну, не только с Дзюбой, в «Зените» вообще сложилась достаточно любопытная картина. Я просто напомню, может быть, не все в курсе, да? Команда сейчас находится в Дубае, в УАЭ, на сборе. В нем не участвует Дзюба, некогда основной форвард команды. Олег Шатов, футболист, как минимум кандидат в сборную России, полузащитник. И два защитника, которые тоже были в основном в составе, Новосельцев и Анюков. Новосельцев вообще пока не ясно где, он не тренируется с «Зенитом-2», а остальные трое остались в Петербурге, тренируются с «Зенитом-2». При этом Дзюба с большой долей вероятности окажется в тульском арсенале. Там сейчас работает тренер Божевич, у которого Дзюба когда-то играл в Ростове, играл успешно. И такой сценарий, что он окажется в аренде до конца сезона в Туле, он вероятен. Вячеслав, извините, прерываю, а почему это произошло с этими четырьмя футболистами? Они вдруг внезапно резко стали плохо играть, отвратительно? Ну, Новосельцев просто не попадал в состав. Анюкову 35 лет, ну, человек уже на сходе. А что касается «Шатовой» и Дзюбы, ну, не складывается у них с Манчини, с главным тренером. Там личные отношения к «Изе», да? Ну, в том числе и личные. И вот такой вот достаточно печальный финал для, в общем, известных двух игроков. Слушайте, а на самом «Зените-то» как это скажется? Серьезная для них эта потеря? Учитывая, как выглядел осенью Дзюба, как бы Артему не было обидно, но на данный момент это не потеря. «Шатов» в своей лучшей форме, один из лучших футболистов России. И если бы Манчини взялся его возродить, да, я думаю, толк от этого вышел бы. Но вот пока не складывается. А я прослушала, а «Шатова»-то ждет. Какая судьба? Куда он теперь? Там тоже есть несколько вариантов. Аренда в Краснодаре, аренда в каком-то еще клубе, возможно, да. Но по «Шатову» я думаю, что будут пытаться как-то решить вопросы. Есть вероятность, что он останется в «Зените» до конца сезона и будет играть. Но тут многое зависит и от Манчини, и от самого Олега. А Дзюба сам никаких комментариев не давал пока по этому поводу? — Давал комментарии, во-первых, спортивный директор «Зенита», заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев, сказав, что Дзюба должен прибыть в аккредитованную FIFA-клинику. У него, мол, проблемы со здоровьем. На что Артем в тот же вечер запостил себя в Инстаграме тренировку индивидуальную в тренажерном зале с хэштегом «Здоров, как лев». — Ну, слава богу, хоть здесь ухажем. Вячеслав, давайте прервем сейчас, а потом договорим тему, потому что интересно. И, друзья, вернемся через несколько минут. — Сказали, что Дзюба болеет и прибудет в клинику для оценки состояния, а он взял и вот фику, так я понимаю, своим основным руководителем выставил вот это фото в свой Инстаграм. — Не фото, а видео. — Даже видео. — Не фото, а видео, да. — Это еще лучше. — Постарался. — И после этого дисциплинированно приступил к тренировкам в «Зените-2». Но я думаю, что вот вся вот эта история, пока что касается Дзюбы, она не приведет к какому-то консенсусу. То есть Дзюбу либо замаринуют до конца сезона, как минимум, во второй команде, и будет он играть не в РФПЛ, а в первом дивизионе, либо он уйдет, что более вероятно, куда-то в аренду. — Я понимаю, что очень тяжело проникнуть в голову другого человека, но тем не менее, зачем он это делает? Чего он добивается? — Мы хотим сейчас какой-то личной оценки. Нам очень интересно. — Вы знаете, я думаю, что Дзюба имеет некое представление об окружающем мире, скажем так. И он добивается справедливости в рамках своего представления. Это не значит, что это хорошо или плохо. Это его взгляд на мир. — Вячеслав, какой совершенно корректный ответ, из которого мы все прекрасно поняли. Спасибо вам за это большое. — Так, ну с Дзюбой мы разобрались. Что еще в других командах, в других отраслях футбола сейчас происходит? — Там же еще один скандальчик-то. — Ну вот сегодня любопытное мероприятие будет в Доме футбола. Сегодня собирается комитет по этике, который будет рассматривать, ставший уже благодаря нашим коллегам из Англии всемирно знаменитым, твит защитника «Спартака» Георгия Джики, который снял видео на сборе в Дубае, на котором изображены его бразильские партнеры шоколадного цвета, и сопроводил это комментарием, что смотрите, шоколадки наши спартаковские тают на солнце. Вот это моментально попало в британскую прессу. Россию в который раз обвинили в расизме, что иначе чем кретинизмом не назовешь, потому что я сам занимался спортом профессионально. Я играл в волейбол в команде ЦСКА. На тот момент это был лучший клуб мира. И я даже писал об этом у нас в издании. Сколько только не было, каких только не было прозвищ. Разных совершенно. Никто никогда на них никогда не обижался ни в коем случае. Это нормальное явление для любой спортивной команды в любом виде спорта. И те же самые бразильцы на том же самом видео улыбаются. Ну это ли не свидетельство того, что все нормально? Тем более прозвищ такой хороший. В первую очередь это для них не было оскорблением. Зачем другим людям вообще поднимать вот этот вот, извините, левый хайп совершенно? Ну потому что это Англия, потому что чемпионат мира пройдет в России, потому что Англия, начиная с 2010 года, как мы получили этот чемпионат мира, не прекращает информационные атаки на нас, в том числе и в футбольном плане. Вот и все. Но это кретинизм. Это никакой не расизм. Это кретинизм. Ну на мой вкус. Мы присоединяемся к вашему вкусу. Друзья, Вячеслав Короткин из издательского дома Спорт-экспресс у нас в гостях. Мы к вам вернемся через несколько минут. Вспомнили вот мы про Англию, что они нам обзавидовались по поводу чемпионата мира. А давайте, кстати, вот к чемпионатам... Из эфира, кстати, много хорошего. Рассказывали об англичанах, об британцах. Да, дай им Бог здоровья. И все. И же он хорош к мужикам. Да. Английским. У меня вот просто подружка вышла в Англию замуж. Не знаю, хорошая она замуж. Может быть, к спорту поближе. Да, хорошо. Ну вы сами начали про жен. Я-то, собственно, не начинала. Так вот, про чемпионат мира. Мы-то к нему как готовимся? Как все продвигается? Можно сейчас какие-то ключевые моменты отмониторить? Ну, вы знаете, я не сомневаюсь, что все идет по плану. Собственно, не сомневаюсь, а знаю, все идет по плану. Стадионы практически все достроены. Билеты распространяются. И активно. FIFA с радостью рапортует о большом очень числе заявок на чемпионат мира. Прогнозируется на многих матчах аншлаги. Я думаю, что у нас сейчас, если не номер один, готовность, то что-то очень близко к этому. Ну, собственно, и остается-то уже полгода. Вячеслав, задам глупейший вопрос. Ну, вот я знаю, что он интересует многих слушателей и зрителей. Не может ли быть такого, что в какой-то момент произойдет нечто, вылезет какой-нибудь из табакерки Макларен, очередной, да, и сделает так, что у нас будет все не очень хорошо. Или уже все, вот этот этап пройден, и теперь назад пути нет. Теперь уже действительно подготовка там стадии номер один, как вы говорите, да, практически все готово. Ну, и уже шаг назад сделать нельзя. Нет, ну, сам чемпионат мира никуда уже не денется. Это, ну, вообще железобетонно. Ходили разговоры о том, что могут убрать кого-то из сборной России, опять же, по допинговым делам, да, или вообще сборную России дисквалифицировать. Ну, жеребьевка была уже. Но, но, я не понимаю, как это возможно, даже с точки зрения чисто технически. Прошла жеребьевка, Россия, как ей положено, была под номером А1, под литерой А1. Она знает своих соперников, соперники знают ее. Россия не проходила отбор, кем ее менять. Вот даже чисто с такой точки зрения, я уже не говорю об остальных моментах, где тоже очень много бреда. Ну, и, значит, давайте надеяться на то, что все у нас будет вот как запланировали, так и хорошо. И, мало того, вот, чтобы там мы не говорили про эти протекающие стадионы, чтобы все прям назло всем было идеально. И вот они все приехали и ахнули, как у нас все здорово. А у нас 20 секунд остается, да? Да. Вячеслав, с вами было очень здорово, приятно. И приходите к нам еще, пожалуйста. Спасибо, мне тоже интересно с вами. Не обо всем успели поговорить, друзья. Заместитель шефа отдела футбола издательского дома «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин был у нас в этом часе. В гостях еще раз спасибо, до встречи. Ну, а с вами были Влад Кутузов, Валерия Майорова. Завтра в 7 утра рано к вам вернемся. Счастливо.